Солнечный день в парке для многих отдых, для лошадей трудовые будни. Наряженные в ангельские крылья и рога мифических существ они катают детей. Цена за такое развлечение небольшая, всего 300 рублей. За эти деньги ребенка покатают 5 минут. Однако последствия такого аттракциона могут быть печальными. Работают животными не беретеры с лицензией, а подростки, в основном девушки. Должны за ними следить не девочки, школьники, а взрослые люди, которые отвечают. Потому что может быть любая ситуация возникнет, лошадь может и ребенка скинуть. Лошадь – животное прихотливое, ее здоровье легко подорвать. По словам очевидцев, животные долго стоят без еды и воды. Как утверждают специалисты, больше 4 часов их на голодном пайке держать нельзя. Температура тела у них выше, чем у человека, 38 градусов, они очень легко перегреваются. Также работа на асфальте постоянная для лошадиных суставов – это плохо. Лошади большая масса. Асфальтовое покрытие не амортизирует совершенно. То есть, то человеку-то бегать нежелательно по асфальту. Мы позвонили одному из владельцев бизнеса. Всего за 2000 в час пони с крыльями могут доставить на любое мероприятие. Особенности эксплуатации лошадей-собеседнику неизвестны. Мы хотим арендовать лошадей. Не знаем, конечно, по количеству еще. У нас там частная территория, но проблема в том, что у нас заасфальтировано. Там вообще нету травы у нас. И вот мы не знаем для лошадей, как это все будет. Нормально будет. Мы же не часто ходим по траве, а также мы ходим по асфальту. Бизнесмены равнодушны. Однако посетители уже устали видеть грустные глаза животных. Если бы они хорошо заботились, то я бы покаталась. А они плохо заботятся, и я не буду. У меня дети очень любят лошадей. И для этого мы ездим в отдельные места, в конюшни, в парке. Мне тоже их очень жалко. Я считаю, что это издевательство над животными. Мы неоднократно видели лошадей, гулящих в парке. И несмотря на то, что у нас двое детей, своих детей, на этих лошадей не сажу. Мне просто жалко животных. Представители парка говорят, что некоторые участники арендуют территорию, но большинство – нелегалы. Контролировать их деятельность практически невозможно. А прогорит лошадиный бизнес только тогда, когда его популярность упадет.